всем привет я алиста добро пожаловать на мой канал сегодняшнем видео я беру вас в путешествие к пляжу олимпас который находится в анталии сейчас мы зашли и идем уже по территории самого античного города олимпас потому что пляж находится именно непосредственно в конце античного города соответственно вход в это место считается как вход в музей и поэтому он является платным но стоит достаточно немного примерно 50 лир сейчас 2022 году за один вход либо вы можете купить карту музейную карту она здесь продается и стоит 60 лир и вы можете в течение целого года постоянно входить и выходить по этой карте но насколько я знаю правда карта продается только для тех у кого есть турецкий паспорт я не уверена насчет иностранцев но даже если иностранцам нужно покупать билет все равно на один раз может быть и стоит прийти сюда именно потому что вы одновременно посетите музей древний город и также искупаетесь на пляже этот древний город олимпас вот сейчас вы видите именно вход в древний город сохранился не очень хорошо по сравнению с теми руинами которые можно встретить в анталии в других городах как например в седе я вам показывал у меня есть видео насчет сидеть сейчас я вам скину здесь ссылочку на него но тем не менее пройти очень интересно посмотреть какой это был город до сих пор ведутся раскопки они пытаются как-то реконструировать может быть в дальнейшем будет этот город видно лучше чем сейчас бывает тут проходите когда здесь там горы и даже на горах какие-то все равно можно увидеть постройки древние и просто поразительно вот как настолько на такой высоте они умудрялись строить эти древние жилые комплексы сейчас мы подходим к месту где все турки фотографируются они она очень фотогенично с правой стороны вы увидите чуть подальше когда я пройду и на самом деле стоять там в очереди просто надо чтобы сфотографироваться вот как раз на фоне будет это древняя стена где именно находится этот это место этот пляж в 40 километрах примерно от кемера проехать туда достаточно сложно то есть лучше все равно ехать туда на машине какой здесь контингент сюда приезжают чаще всего отдыхать молодые турки не семьи а именно друзья хипстеры йоги и потому что здесь нет на этом пляже лежаков по сейчас увидите стулья кто-то прин привозит чтобы сидеть либо просто расстилают полотенца и на нем отдыхают кроме того находится он достаточно далеко как я сказал просто так не спуститься то есть от города он далеко он рядом есть правда поселок начало называется то есть либо кто-то там остается либо также на входе когда мы поедем в обратную сторону я вам покажу много разных хостелов бунгало находится но они тоже скорее двух трех звездочные поэтому для отдыха именно с детьми не сильно предназначены и не самыми маленькими детьми потому что когда мы сейчас выйдем к пляжу вы увидите здесь пляж всегда галечный кроме того здесь пляж он очень глубокий то есть буквально через два шага сразу вы погружаетесь в практически двухметровые но и соответственно нужно хорошо уметь плавать потому что также здесь часто бывают волны что меня поразило достаточно причем неприятно ладно я не ожидала комфортного отдыха потому что я знала что здесь нет лежаков что надо сидеть на стуле хлеба лежать на гальке на полотенце но здесь нету даже туалетов и нету душевых чтобы смыть соленую воду себя и нету мест для того чтобы переодеться то есть нужно уже одевать купальник на себя и если он сырой его нет возможности сменить и только если идти очень далеко до близлежащего ресторана здесь получается такой залив поэтому очень много тины всяких водорослей но на фотографиях смотрится красиво поэтому люди фотографируются и вот получается узкая полоса пляжа дальше горы и пляж чиралы вот то что мы сейчас отдыхаем это пляж олимпас называется а дальше если проходить по этому пляжу далеко есть там пляж чиралы он более оборудованный наверное там все равно есть какие-то ресторанчики здесь ресторанов нету но в олимпасе только там на подходе но тут постоянно проходят турки продают пиво именно потому что сюда приезжает больше молодежь соответственно пиво семи ты как кукурузы здесь уже не продают для детей и люди вот привозят зонты сами с собой берут всякие бутерброды или какие-нибудь другие припасы к пикнику кстати говоря не спрашивают не просят показывать сумки как бывает на некоторых других пляжах соответственно можно приносить с собой все что хочешь вода чистая мне понравилась вода в этот это первое мая и уже мы искупались вода была достаточно теплая но такой небольшой минус пляж сам песок тоже вот здесь есть песок но пляж сам грязный но он грязный не от бутылок либо какого-то пластика а именно много веток не убранных и тому подобного но уже ближе к входу в море и само море сама вода чисто достаточно 1 мая единственное было очень много пыльца но нам это не помешало плавать поэтому мы хорошо там отдохнули мы с собой привезли стулья тоже посидели на стульях и позагорали разложив полотенцем как бы тут два в одном экскурсионный отдых с отдыхом пляжным но вот именно если вы молодые если вам хочется отдохнуть дешево и сердито то можно взять комнату в хостеле там неподалеку и каждый день так идти идти приходится достаточно долго то есть даже территория в олимпасе именно наверное минут семь как минимум мы шли пешком а если еще останавливаться в отеле который находится неподалеку до в этих хостелах то там еще дольше идут люди вот так мы подходим именно к выходу хотела повториться насчет погоды мы были первое мая как я вам уже сказала и погода была 25 градусов примерно и вода была около 20 градусов бодрящая но очень приятная говорят что сезон здесь длится до конца октября но при этом август и июль ужасно жарки также здесь это место ограждено горами и там просто ветерка даже нету и не продохнуть поэтому советую именно май июнь либо же сентябрь и начало октября это будут самые приятные месяцы отдыха и здесь находится вот такой автопарк потому что многие люди тоже приезжают на машинах и вот уже за выходом это в самом олимпасе вся вот эта молодежь которая живет в местных хостелах так пешком идет до своих отелях много именно таких деревянных домиков даже говорят что есть какие-то там отели бунгало на деревьях и все такое для хиппи для хипстеров для йогов предназначенное но я бы например не стала останавливаться в таких может быть когда-то тебе 18-20 лет то почему бы нет все равно недостаточно дешевые чем оставаться именно в дорогих отелях плюсами турки из города приезжают любые с рядом расположенных деревень мы также приехали из анталии потому что у моего парня квартира в анталии и соответственно мы просто на дневной такой отдых съездили посмотрели мой парень больше советуют чиролы он находится неподалеку там спокойнее и меньше народу и не нужно оплачивать 60 тысяч за вход вот видите такие деревянные всякие ресторанчики домики бунгало и хостела я надеюсь вам понравилось мое видео путешествуйте дальше со мной надеюсь такой формат тоже вам был интересен желаю вам всем удачи пока пока